Скупщики гробниц обосновались в пункте приема металлолома в Канавинском районе. Рядом с заброшенным зданием они установили гараж, огородили территорию и стали принимать памятники, ограды и цветники из кладбищ оптом. Говорят, к ним приезжали целые грузовики. Для ликвидации этого беспринципного гнездышка понадобилась совместная операция полиции и МЧС. Это окончание истории. А начиналась она со звонка местного жителя в нашу редакцию. Видя в каких количествах в пункт приема привозят памятники, он попросил не показывать его лицо на интервью, боясь мести со стороны приемщиков металла. Я прохожу просто по этой дороге мимо этой приемки. Ворота открыты, все видно. Огромная куча гробниц, памятников металлических, ограды металлические. Вот как раз кладбищенская металл. Я подходил, они говорят, это привезли старое, это все прорешено и якобы это никому не нужное. А документы какие-то разрешающие на прием? Никаких документов. Для кого-то, видимо, очень выгодно. А им даже выгодно это все принимать. А самое главное то, что принимать. Если бы они не принимали, то люди бы не стали сдавать. Не христи, как можно принимать то, что, блин, принесено с кладбищей. Следующим шагом был поход в приемный пункт, где наш корреспондент Антон Галеев увидел все собственными глазами. Вы металл принимаете? Нет. А кто? Сейчас приеду к привозке. У вас лежат памятники и ограды здесь? Угу. У вас документы разрешающие на прием такого металлолома есть? Договор. Я сейчас звоню, я не знаю, я просто охранник. А ограды у вас почему лежат? А ограды, как это, организация, как и... У меня есть номер, телефон, все данные есть. Договор есть у вас? Да, 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 есть все, есть. Ну, покажите, пожалуйста. Договорный номер есть у вас. Я прекрасно понимаю, должен быть договор. А где у вас документы, разрешающие вашу деятельность? Лицензия, еще что-то? Документы, которые регламентируют вашу деятельность? На кого зарегистрировано предприятие и так далее? Документы где? Голи, мне показали, показали меня, я просто себя не оставляю. У вас договор должен быть на руках. Нет, я понял, это все по документу. Подтвердите это. Вы же сами принимаете, правильно? Нет. А кто принимает? Другой. А где другой? Русский, другая. Не знаю, приедет, должен приедет сегодня. Я скоро уезжаю, он приедет, тем уезжает домой. Ну хорошо, тогда мы сейчас полицию вызываем. Я хотел бы вызвать наряд, чтобы они приехали, проверили документы, не документы, потому что к нам обратились люди, здесь лежат памятники железные, ограды лежат железные. Вот хотели бы понять, насколько это законно, принимают или не принимают. Хорошо. А вы все, вы уходите? Начальник сказал, все, закрывай, скажем, начальник. Нет. Мы отсюда не уйдем. Не надо. Не надо закрывать. Я без работы оставлю. Эй, Расул, вы куда убегаете? Вы нас закрыли. Ну, раз местный приемщик металла закрыл нас здесь, попробуем устроить себе сами экскурсию и посмотреть, что же здесь с местного кладбища. Впечатляющая гора, если честно. Вот первый памятник, который нам бросился в глаза. К сожалению, фамилию человека прочитать нельзя. Могу только сказать, что его звали Олег Владимирович. Родился он то ли в 1953, то ли в 1963 году. В основном памятники старые, без табличек, уже прожавевшие. Помимо православных крестов на памятниках, мы также можем увидеть даже советскую звезду. Явно памятник принадлежал ветерану. Здесь порядка 11 памятников и, как минимум, два металлических креста. Кроме того, здесь можно найти и цветники, и лавочки, и ограды. Все выравно с корнем, и многие ограды, кстати, не такие уж и старые. Так как самостоятельного выбраться мы не можем, мы вызвали наряд полиции, которая должна проверить как законность приема такого металла, так и законность деятельности вообще этой организации. Вы вызывали? Я вызывал вас. Ага. Вас заперли, что ли? Нас заперли, и он убежал. Сейчас МЧС подъедет еще и будет вскрывать ворота. Вот вызывали вас. Приехали на приемку, к нам обратились местные жители сортировки. Увидели, что здесь принимают памятники, ограды, скамейки, ну, в общем, все складбище. Вот вызывали вас. Проверку проведем, осмотр проведем. Проверку вызовем. Продолжение следует... Следственные мероприятия продолжались до самого вечера. Буквально полчаса назад мы получили официальный комментарий полиции. На территории приемного пункта полицейские обнаружили металлические изделия, которые ранее использовались для облагораживания мест захоронений. Данные предметы изъяты. Они будут сверены с ориентировками на похищенные из кладбища изделия. В случае наличия заявления о кражах подобных предметов с мест захоронений, они будут возвращены законом владельцам. Кроме этого, на место работы СОК прибыл гражданин, который представился владельцем приемного пункта. Он не смог предъявить документы на право осуществления деятельности приема металла. Заведение предпринимательской деятельности без государственной регистрации и без специального разрешения на мужчину составлен протокол об административном правонарушении. Пока на хозяина приемного пункта оформлен, как вы слышали, протокол об административном нарушении. Но дальнейшая проверка может обернуться и более суровыми наказаниями.